Кафе. Около нашей гостиницы будем кучать. У меня один не приближает. Заметь, заметила тебя. Почему перестали общаться с Иванами? Ребят, мы с ней общаемся, просто она сейчас в Болгарии. Поэтому вот. Когда она не скучает уже по отцу. Не реагирует на фотографии, на эфиры, на видео, ни на что не реагирует. Когда в Москву? Скоро, скоро, ребят, скоро. Вы такой же яркий. Богданчик с кем? Спасибо вам большое. Богданчик сейчас с мамой. Я сегодня ездила к нотариусу, делала кое-какие документы. Вот сейчас покушаем и пойду к сыну. Аленка, ты такая классная, никого не слушает. Ты моя мотивация. Спасибо вам огромное. Очень приятно слышать такие слова. Где сидите? Мы сидим в кафе около гостинцы, будем кушать. Мы все ничего не ели вообще. А вот я выиграла сейчас в тире. Привет. Янка, красотка, вот сидит рядом. Привет, Германия. Вы представляете, меня сегодня не узнали по паспорту. Мне пришлось поехать к другому нотариусу, потому что первая нотариус сказала, что, типа, не я на паспорт. И вообще мне нужно менять паспорт, потому что я не похожа. Спасибо тебе большое, наш фан, Алена и Яна. Спасибо тебе огромное. Всегда будет такой позитивный. Так держать. Спасибо. Что думаешь по поводу публикации Тейпана? Ничего не думаю, мне бессмысленно о них думать, потому что они мне неинтересны, к сожалению, или к счастью, я не знаю. Передаю привет Алине. Мне обидно, что колесника в чпоку у Марсиаку. Нет, почему мне должно быть обидно? Он не мой парень. Привет из Анталии. Привет, привет. Ну, конечно, столько пластики. Спасибо. Так. Привет США даже. Ничего себе. Дай бог тебе женского счастья. Будь счастлива, девочка наша. Спасибо вам огромное. Мне безумно приятно за вашу поддержку. Я захожу в директ, у меня просто нереальное количество сообщений. Все сообщения добрые, все сообщения очень позитивные. Я вас безумно люблю. Вы меня тоже мотивируете. Спасибо огромное за то, что верите в меня. И я уверена, что скоро у меня все получится, сбудутся все мои цели, которым я сейчас иду. Спасибо вам за вашу поддержку, потому что мне всегда безумно не хватало. Тем более на проекте, на проекте, знаете, мне было тяжело сейчас. У меня все в жизни прекрасно, поэтому я на позитиве, я улыбаюсь. И за это тоже вам спасибо. Привет, Волгодонск. Когда домой? Домой куда? В гостиницу или домой в Москву? Ты заслуживаешь счастья. Спасибо вам. Бевка, огонь! Спасибо. Можешь назвать препарат, который я колола в скулы? Ну ты гиалуронка, ребят, каждый препарат свой. Здравствуйте, Алена, я тебя люблю, ты классная. Спасибо больше. Тайпанцы еще хайпуют на тебе. Да я знаю, что им остается делать. Больше не на чем вывести, так скажем, таланта немножко не хватает. Кроме как хайповать на ком-то и писать эти лагиат всякие. Передаю привет Абхазии, привет Семинска. Очень рада за тебя. Продолжай в том же духе. Спасибо вам большое. Я на беременном стадии. Ну блин, она ест селедку со сметаной, это ненормально. Что будешь кушать? Я ем очень много, сразу вам говорю. Я не на диете. Я люблю, чтобы прям от души пойду. Отец испугает, он на проекте. Я буду кушать сейчас жареные колбаски, буду есть салат с омкой, с картошкой, поэтому буду есть много. Где больше заработок периметрили сейчас? Конечно, сейчас. Без дома два ты никто, ребят. Я уже без дома два как три месяца и вообще нормально себя чувствую, да, позитивнее, у меня все в жизни хорошо. Привет из ИКБ. Привет, Алена, я болею, у меня горло сопли, кашель, выздоравливай. Так хочется, чтобы ты яблок поставил на место. Это его жизнь уже на место у него старого, ребят. Есть у тебя кавалер? Да? Да. Ты забыла? Я на сегодня сделала предложение. Конечно, есть. Ты беременна, а я нет. Привет из Казахстана. Казахстан, привет. Скучаешь по проекту Дом-2? Нет, на самом деле не скучаю, потому что такое отношение ко мне, мне кажется, это свинское отношение, поэтому не скучаю. Хотя это мой дом, был на протяжении нескольких лет, я считала его действительно своим домом. Первым домом, у меня там родился ребенок. Но после ухода с проекта, такое отношение ко мне, я считаю, что я не заслуживаю такого, поэтому уже не скучаю. Ты была бы такая без Дома-2? Слушайте, я недавно была на одном очень интересном интервью, которое скоро будет, кстати, в сеть. Я сказала о тортушке, мне задали вопрос, как ты относишься к тому, что люди, которые ушли оттуда в Боню, в Аданаево или еще кто-то, при вопросах о Доме-2 отклоняются от него, говорят, типа, это наше прошлое. Я сказала о том, что все эти люди, которые даже бывшие участники, и также я, возможно, мы бы не были теми, кем являемся сейчас. Возможно, я бы сто процентов была бы во Владивостоке. Кто-то бы не добился еще каких-то успехов. Поэтому Дом-2 это такой первоначальный этап, за который мы должны быть благодарны. Конечно, тебя бы узнали по паспорту. Подруга, как обычно, просто огня добавит. Ты мне все-таки рассказала все стране, что я беременна. Так ты ешь там, там, селедка. Я откуда знаю. Пресс в Японии. Привет, Япония. Надо еще быстрее кушать за этим. Кушать салап сель. Что еще? Что еще? Что еще вам рассказать? У меня 10% у тебя. У меня тоже примерно так. Надо не останавливаться. Надо стигнуть там, естественно. Всегда нужно идти вперед. Нельзя тормозить. Нельзя получать свою жизнь и иметь стагнацию. Вот. Это 100%. Так. Нет, с Хибаровым не помирились. Не собираюсь, в принципе, этого делать. Пензи, передаю привет. Янке еще молочка надо попить. Для полного счастья. Ладно, ребят, в общем, у меня мало процентов. Зашла с вами, на самом деле, просто поздороваться, улыбнуться, так скажем, пожелать хорошего настроения. Вот. Сейчас мы покушаем, быстро побежим домой. Дома ждет Богданчик у меня. Все. Всех целую.